привет друзья вы у меня на кухне времени и сейчас я хочу предложить вам рецепт 24 часового теста и что хочу сказать по этому поводу вот многие пугаются как вот нет возня 24 часа так думать потому что мы замешиваем тесто в течение 20 минут приготовлением от меркой и все такое прочее потом ставим его в холодильник и на следующий день в это же время достаем готовое тесто так что нам ничего не придется с вами делать за исключением если кто-то хочет делать протяжки и например это тесто оставит на пару часов при комнатной температуре когда она начнет расти будет его складывать два-три раза и после этого отправит в холодильник и в назначенное время на следующий день вы вынимаете и готовите ваши булочки ваши рулетики и ничего не надо ни о чем заботиться и тесто хорошо выстоялось она правильная но здоровая поэтому я хочу предложить вам вот такой сегодня вариант 24 часовое тесто и будем делать рулет с яблоками яблоки потушим на апельсиновом соке чуть-чуть сахара и начнем так для начала возьмем 150 грамм нормальной воды комнатной температуры добавим 7 грамм сухих дрожжей у меня сухие вы можете добавить умножив на 3 это получается 21 грамм живых дрожжей разболтаем чуть-чуть и оставим на время оставим сторонку теперь что нам нужно сделать берем какую-то чашечку побольше и и разбиваем 3 яйца и 3 тесто сдобное будет сладкий сдобный рулет теперь здесь у меня щепотка соли добавляем эту щепотку соли и как следует как следует отставляем тоже сторону и берем муку теперь беру 500 грамм муки может быть не в понадобится больше поэтому я отмерила еще 60 просеяла значит 500 грамм просеянной муки отправляем в нее ванилин и также отправляем 100-120 грамм сахара размешиваем делаю такую небольшую луночку кубырочку и отправляю туда 3 яйца и щепотку соли взбитые и вливаю буквально дую ложечки подсолнечного масла или любого другого масла без запаха и начинаю это все размешивать размешав очень мало чуть-чуть я добавляю туда наши дрожжи которые уже вот растворились полностью по чуть-чуть добавляем размешиваем и муку муку и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смазав руки немножко подсолнечным маслом, стараемся вымесить это мягчайшее тесто. По мере того, как вымешиваем, кладем наше масло комнатной температуры. Оно, видите, какое. Поэтому вымешиваем его чуть-чуть сюда. Немножко. У нас 100 грамм масла. В самом начале я беру где-то 40 грамм. Вначале, как всегда, вы видите, это тесто такое, что кажется, что оно никогда не соберется в колобок, что оно такое жидкое. Но, по мере нашего вымешивания, тесто будет становиться податливым. Не таким, как в первый момент. У кого есть всякие машинки для вымешивания теста, вымешивайте в машинах. У кого нет, вручную не меньше 15 минут. Вы помните, что у меня было отложено 60 грамм муки, 500 я сразу взяла и 60 просеяла, но оставила в стороне. Вот сейчас я их постепенно добавляю все время. Добавляю масло. Все наши 100 грамм масла мы должны вмешать. Так, у меня есть комбайн, и я вымешу это тесто на комбайне. Так, у меня есть комбайн, и я вымешу это тесто. Через 5 минут работы комбайна я подмешиваю масло. Тесто на комбайне. Так, у меня есть комбайн, и я вымешу это тесто. Так, у меня есть комбайн, и я вымешу это тесто. Чембайн, и вымешите на муки? Продолжение следует... Вот так, друзья мои, через 10 минут, посмотрите, тесто у меня все вымесилось. Я налей чуточку масла и покажу вам, как он у меня толкался. Потому что тесто очень нежное. Продолжение следует... Вот такое получилось тесто. Теперь ставлю его в это же, где оно замешивалось. Закрываю пленочкой. И оставляю... Я оставляю немного сначала до вечера вот так вот. И несколько раз протягиваю. После этого ставлю в холодильник. И сейчас в 3 часа дня, завтра в 3 часа дня оно будет перфекто, великолепно. В общем, накрываем пленочкой, полотенчиком и отставляем в сторону. Кто хочет, может сразу поставить вниз холодильника, там где находятся фрукты. Фрукты вынимаем и ставим тесто. И вспоминаем о нем завтра в 3 часа дня. Кто хочет сделать протяжки, оставляем его немножко при комнатной температуре. И через каждые полчаса делаем 3 протяжки. После чего отправляем тесто в холодильник. Я переложила в эту, потому что мне более удобно. Она такая более низкая, я могу спокойно положить в холодильник. Сейчас делаю последнюю протяжку. Третью. И в холодильник. Я беру пузырь. Третья. Закрываем. Отправляем в холодильник, в 10 утра и я только что достала тесто из холодильника. Вот такое тесто. И оно у нас будет стоять еще до, я начала его делать в 3, до 3. Тесто будет созревать вот так уже не в холодильнике. Вот так вот. Вот так вот. терпелем апельсин терпелем зумалка добавим 2 ложки сахара добавим пару ложек сахара у меня красниковый, вы как хотите кладите и отправляем все это на сковородку вот тогда видим, что воды нет больше то есть не воды, а то что вытекло из яблок и апельсинового сока и они такие еще тверденькие выключаем прикладываем яблочки они уже пастели или теплые теперь вот у меня здесь тоже такое же варенье но не варенье, а вот яблоки я делала вчера сейчас я добавлю немного соединю их вот тут у меня есть абрикосовый конфитюр я добавлю, мне нравится сочетание яблок с абрикосами я добавлю две ложки все как следует перемешаем и вот у нас получится те яблочки, которые я сделала вчера они вот такие вот пюре почти получилось а сегодняшние вот они такие цельненькие остались и вот будет очень красиво, мне кажется такое вот сочетание вот так вот прошло ровно 24 часа вот такая часть теперь чуть-чуть запылить вот так вот это грелопат вот так вот Поверим пополам, соберем здесь 616 грамм, а этот 400 грамм, от соли надо отрезать, добавим сюда, получается 557 и 501, хорошо, уже лучше, добавим еще чуть-чуть сюда, все, прекрасно, где-то у нас по 537 грамм, сейчас соберем тоже вот такой вот клубочек, и ставим, возьмем одну из них, тоже соберем клубочек, оставим хотя бы на 10 минут, закроем целлофаном, оставим на 10 минут и начнем раскатывать, посмотрите, это у меня панировочные сухари, вот сейчас я их возьму, кладу на сухую сковородку, на сухую сковородку, и чуть-чуть их как бы поджариваю до такой желтизны, и потом покажу, вот смотрите, вот эти панировочные сухари, крупные панировочные сухари, не мелочь вот такая, как мука, они должны быть, сухой хлеб, натертый на крупной терке, и вот посмотрите, я его чуть-чуть поджарила, без масла, без всего, и бросила туда 3-4 ореха, вот такие вот на кусочки грецких ореха, все, прошло 15 минут, один клубочек я убираю, и второй будем раскатывать, тесто прям пищит, все в пузырях, 24-часовое тесто, 12 из них, проведенное в холодильнике, так, вот где-то вот такого толщины, оно у меня, тесто, я уже его перевернула, один раз, теперь, я вам показываю, берем нашу вот эту крошку, из нашего хлеба, с орешками, и посыпаем, посыпаем сверху, вот так, потому что варенье, когда мы положим в соприкосновении с тестом, оно вот, когда постоит чуть-чуть, оно становится таким мокрым, а вот эта вот крошка, она как бы спасет тесто, оно не должно таким образом отводенеть на второй день, посмотрим, вот так будет достаточно, теперь беру варенье, то есть варенье, беру наши яблоки, просто испеченными, как бы, на сковороде, так, этого будет достаточно, теперь закрываю, и закупориваю, вот здесь вот так, стараюсь, чтобы оно не вытекало, проворачиваю, теперь, теперь, я хочу сделать вот такое украшение, постараемся, делаем косичку, простую косичку, как мы делаем нашим детям, если у нас девочки, так, прилепаем, вот, стараемся подсыпать чуть-чуть мучки, так, косички я сплела, как это вот моя фантазия тут в один момент, подложила под них вот эту вот бумагу, и теперь, что мы делаем, мы проворачиваем дальше, вот так, провернули, чуть-чуть подтянули, и теперь уже на бумаге, что будет легче, и вот у нас остается такой вот вариант, с косичками, посмотрим, что получится, ну, что-нибудь такое своеобразное, первый раз, вот, теперь я переложила, видите, я даже легче, теперь я вот так подняла, и формочку положила в любую, или на противень, то, что у вас есть, все, чуть-чуть ее вот так вот собрали, вот, готово, сейчас полчаса оставлю на 20 минут, хотя бы под целлофанчиком, под целлофановым пакетом, вот так накрываем, разрезаем целлофановый пакет, накрываем, и пусть она чуть-чуть поднимется, и в духовку, теперь берем, второй кусок теста, который у нас остался, и тоже его раскатывает, и тоже его его раскатываем, Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Здесь есть миндальные лепестки и вот так вот посыпем миндальными лепестками. Вдруг это праздничный или к вам в гости кто-то придет или так сами, когда можете просто взвалил рулет и уже вкусно. Ну а если какие-то гости или что, чтобы покрасивая было, украсим лепестками и посмотрим, что у нас получится из этого. Так, теперь еще надо, я мажу не яйцом, а маслом. Я сначала помажу, а потом положить, но я уже спешу, потому что у меня уже второй давно лежит, а этот я все делаю. Сейчас я буду первый в духовку. Ну где-то вот так. Это время, что я делала второй, смотрите как первый у меня поднялся хорошо. Смажем его маслом. Музыка. и отправляем в духовку. 180 с вентилятором. Одну я вымола, вот посмотрите, какая она красивая, сейчас только я ее смажу холодной водичкой, водичкой, пока они горячие. Посыпаем чуть-чуть водичкой пудрой, всегда с шинографичной. И теперь попробуем отрезать кусочек, он еще не горячий, но теплый. Отрежем так пополам, как пуха, как пух в тесто. Так, второй рулет готов, посмотрите, какой он красивый. Этот у меня побольше стоял, где-то около 40 минут, первые 30 минут 180, потом я сделала 160 с вентилятором все время, и он стоял почти 40 минут. Очень красивый получился. Хочу только, давайте сейчас сначала разрежем и посмотрим. Вот такой внутри получился, мягчайший, просто обалденный. И хочу дать мою оценку. Очень вкусное тесто. Тесто просто, вот действительно желаю попробовать сделать, потому что изумительное. Единственное, что мне кажется, я перегрузила немножко яблоками. Те, кто очень любит вот яблоки, им хорошо. Но мне нравится, если бы было потолще немного, потолще тесто. И потом вот, ну, даже столько же яблок. Но только тесто, чтобы потолще было. Я, может быть, его очень тонко раскатала. Ну, мне казалось, что я уже делала такой рулет, где-то месяц назад. И получился довольно-таки. Может быть, в этот раз потоньше раскатала. Ну что, рулет необыкновенный. Всем желаю приготовить такой рулет и насладиться им. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч, до следующих вкусняшек. Пока. Вот такая прелесть получилась. Мягчайшая и вкуснейшая. Еще чуть-чуть тепленький. Мягчайшот – М lekчайшот Субтитры подогнал «Симон»